Вы уже знаете, в этом году Сасаки-сенсей присоединился к онлайн-курсам Монобо, поэтому вы можете пройти его онлайн-уроки и по всем вопросам обращайтесь. Пожалуйста, Кани Ременец. Успех студента, изучающего японский язык, во многом зависит от опытного преподавателя, поэтому мы сегодня предлагаем вам послушать лекцию Шимада-сенсей, которая проводит семинары по всему миру. Продолжение следует... У вас, кто присутствовал на утренней сессии, слышали уже мою презентацию о том, как интересно и как весело, увлекательно можно изучать японский язык. Во второй половине семинара у меня запланирована презентация для преподавателей японского языка. Но я знаю, что среди вас, возможно, есть люди, которые мечтали бы стать преподавателями, и тогда в дальнейшем для них эта презентация могла бы тоже представлять интерес. ТАИТОЛЬНАЯ МУЗЫКА Называется моя презентация в направлении нового способа изучения японского языка, приятного и эффективные, приятные занятия, занятия, проходящие в такой приятной атмосфере. Ну, такое длинноватое несколько название. И, как я говорила, ориентировано оно прежде всего на преподавателей и тех, кто хотел бы ими стать в будущем. НАПРЯЖЕНСКИ Сейчас в Японии очень актуальны новые методики в изучении Японского языка, которые делают акцент прежде всего на коммуникацию, на общение, и которые привязывают изучение грамматики и лексики к каким-то повседневным ситуациям. Японского языка, японского языка, японского языка, японского языка, японский фонд, который ведет свою деятельность также и в Москве, и эти учебники называются Мару Гото или Совершенство. А я со своей стороны внесла вклад в формирование новой методики изучения японского языка, написав авторский учебник, состоящий из нескольких томов под названием Японский язык, которым вы овладеете. Вот здесь на этом слайде представлено некое дерево, дерево с корневой системой, стволом, ветвями и листьями, которые, собственно, и символизируют всю полноту коммуникации на иностранном языке. Японский язык. Три важных корня в основании этого дерева. И первый из них – это структура языка, то, что называется грамматика. Второе – это, собственно, та часть фразеологических единиц, которые больше всего задействованы в общественной жизни. Ну и третья часть – это практическая направленность языка. Вот если все три составляющие корневой системы находятся в полном порядке, развитые правильно, то получается крепкий ствол, который уже и на котором покоится крона успешной коммуникации. Смотрите. 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 В лингвистике, как правило, трех «пи» – перспектив. «Перспектив» в данном случае – это точка зрения, отражение образа мыслей, «практис» – кода по-японски или образ действий, и «продактс» – ну, собственно, привязка к определенному элементу иной культуры, вокруг которого строится общение. Смотрите. Применительно к Японии мы можем говорить о таких уникальных явлениях японской жизни, как театр кабуки или манга, аниме или японская кухня. «Практис» – это то, что происходит, какие действия японцами предпринимаются в отношении этих явлений. Давайте я прокомментирую содержание этих картинок. Здесь на правой картинке что изображено? И изображена японская прихожая – генкан – то место, где японцы оставляют обувь. Да, генкан. «Коно генкан галу кара кокоде аагару то ю кодоу галимас юне». «Дакара котоба ни дозо у аагари кудасай то ю кутоба галимарелу ваке дес». Что там происходит? Там гости оставляют обувь, там их встречают хозяева, там им говорят, пожалуйста, разуйтесь, вы можете оставить свою обувь здесь. То есть вот какие-то действия происходят в этом пространстве под названием генкан. А что важно? Важно то, что само понятие генкан и то, что там происходит, отражает определенный образ мышления японцев, состоящий в разделении, четком разделении пространства на внутреннее и внешнее пространство, сото и учи. Возможно, из тех, кто остался в этом зале, есть люди, говорящие по-японски, и преподаватели. Это слайд показывает особенности употребления, Алексеем вежливой речи на примере двух эпизодов. Эпизод первый рассматривается. Приходит сотрудник компании «Эй» и обращается к секретарю директора компании «Эй». Он спрашивает «На месте ли наш директор?» «Эй». 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 «Ой». И в первом случае по отношению к представителю внутренней структуры, то есть по отношению к человеку, которого считают своим, секретарь отвечает тем же словом, которое фигурирует в вопросе. В первом случае рассматривается эпизод, когда к подобным же вопросам к секретарю обращается представитель компании С, то есть представитель сторонней компании. Вопрос звучит так же, однако из-за того, что представитель сторонней компании находится уже в другом положении по отношению к своим, ответ звучит иначе, вот эти нюансы имеют важное значение при изучении японского языка. Еще одним очень важной особенностью новой методики изучения японского языка является ее привязка к непосредственно, к бытовым ситуациям происходящим каждый день. Де,今度は友達言葉です. これは,この場面はこれもできる日本語の中なんですけど, えーと,この3人はアルバイトの仲間です. でも,このチンさんは新しく入ったので, やっぱりちょっと違いますね. はい,お願いします. パクさん,今はお客さんが少ないから, 一緒に昼ご飯食べない? いいね,食べよう. と,友達言葉を使っています. いいですか? 簡単に. Рассмотрим ситуацию, происходящую на кухне. Беседуют два человека, которые в дружеских отношениях находятся друг с другом. У нас как раз сейчас есть свободное время, не пойдем ли перекусим? Они уже друзья, они говорят в полувежливой, такой полуформальной форме речи. ただ,この人は新入社員なので, 入ったばかりなので, 彼女に対しては はい. じゃあちょっと. А вот на заднем плане виднеется лицо девушки, немножко смущенной. Она только что поступила на работу в этой компании, поэтому она еще всего немного опасается. ЧИН-сан, мы一緒にどう? А, с умом. 私はこのお皿を洗ってしまいますから, お先にどうぞ. この人は友達言葉を使いますが, 入った人は, с умиません. お皿を洗ってしまいますから, お先にどうぞ. 意味は,もしわからない人がいても, 大丈夫です. 友達言葉です. こちらは友達言葉, こちらは丁寧ですね. だから. Хотя она находится в том же месте, что и два ее коллеги, но из-за того, что ее положение в компании все-таки отличается, оно ниже на данный момент, чем у этих двух людей, ее форма речи более вежливая. Те, кто-то еще есть. Скажите, пожалуйста, все-таки есть ли здесь преподаватели среди вас? Мы говорим о таких тонкостях. Есть ли люди, кому все это, как говорится, нужно, необходимо на данном этапе? Те, кто-то есть. Да, студия. Спасибо. Как мне хочется обо всем вам рассказать, но времени нет, приходится сокращать. Что могу посоветовать таким людям? Больше практиковать свой язык и относиться ко всему более весело. はい、ではどうやってやっているか、これをちょっと話したいと思いますね。 これは私が初級、初中級、中級というふうに作りました。 でもまあ初中級と書いているんですが実は、 すいません、これは初級の後半です。黄色は。 なぜ初中級にしたのかとってもよく話します。書きます。 それはどうしてかということをお話をします。 Здесь я хотела бы представить, собственно, вам серию своих учебников, вот как она выглядит, называется Декиру Нихонго, учебники выходили, соответственно, в 11, 12, 13 годах, и они разделены на уровни, есть уровень начинающих, есть интермедиат, средний уровень, ну, как бы начинающий средний, и есть уже далее средний уровень. На что направлена наша методика? Наша методика направлена вот на такую, прежде всего, вещь, чтобы правильно уметь выразить собственное мнение и рассказать о том, что вы знаете и что вы хотите. Второй пункт я сокращу, а вот третий пункт. Это обязательно привязка, лексики и грамматики, конкретные ситуации, в которой вы сейчас находитесь. Вот здесь я собрала те восемь пунктов, восемь особенностей моей авторской методики, которые позволят вам не только изучать японский с удовольствием, но и овладеть им в полной мере. Так, первый пункт, это учебник, наша методика побуждает к действиям каждый день. И вот сейчас, первый пункт, это привязка, лексики, грамматики, конкретные ситуации, в которой вы сейчас находитесь. Наш учебник дает только те задания, которые имеют реальный смысл в повседневной жизни. Базум всегда будет пробовать что-то новое. Я буду вам давать вызов к тому, чтобы вы пробовали свои силы. Пятый пункт – это я учу тому, чтобы вы понимали текущую ситуацию, то есть всегда хорошо понимали контекст. Шестой пункт говорит о том, что я представляю обучение, как спираль на разных витках этой спирали, вы все лучше овладеваете необходимыми знаниями. И потому что времени опять же мало, я подробно остановлюсь на первых четыре и возможно на седьмом и восьмом пункте. Продолжение следует... Изначально я планировала эту презентацию проводить только для преподавателя японского языка, поэтому не подразумевалось тут участие переводчика. И только в дальнейшем меня попросили организаторы сделать ее для всех, в том числе и для студентов, поэтому мне приходится ее очень сильно сокращать, чтобы мы все успели. Все, кто хотел бы подробнее о моей методике что-то узнать, познакомиться, пожалуйста, посетите сайт, который так и называется, Декиру Нихонго Хироба площадь, вот собственно место встречи, да, тех, кого интересует эта методика. Ну вот остановимся на первых двух пунктах, которые имеют на мой взгляд наибольшую важность. Эта учебник учит предпринимать реальные действия повседневной жизни и привязывать их конкретной ситуации. Эта учебник учителем, это не может быть конкретной ситуации. Вот, например, давайте посмотрим как раз на примере седьмой главы второй части, как это происходит. Глава называется «В гостях у друга». Под заголовок «Подготовка к празднику». Место действия «В гостях у друга» идет «Подготовка к празднику». Какими навыками позволяет, каким навыкам научиться эта глава? Что вы можете в подготовке к празднику? О чем вас могут попросить? Что вы можете попросить? И что в результате вы можете добиться? Те имас. Демо, ииですか? Теはいけません. Иппа, ирору,勉強します, где,そうではなくて, 何か頼んだり,指示,何か頼む時に «Теください»を使うんです. だから «те-ке»を勉強します. Вот в японском языке есть формы на Т, например, ките кудасай, да, приходите, или мотте кудасай, поддержите. То есть вот эти формы побудительного залога или просьбы, отражающие просьбы, носят название формы Т. И считается, что если человек быстро усвоит эти форумы, ему легче будет коммуницировать с окружающими, он всегда сможет выразить таким образом свою просьбу. Давайте посмотрим иллюстрацию учебника. Здесь сценка подготовки к празднику. Вот мы учим фразу. Пожалуйста, приготовьте салат. Салат оцкутте кудасай. На следующем этапе мы немножечко усложняем конструкцию. Мы говорим уже, пожалуйста, отрежьте хлеб. Пан оцкутте кудасай. То есть мы вводим новую лексику, словосочетание усложняем. Салат оцкутте кудасай, да, в следующем примере мы изучаем побудительный залог глагола ощеэру. А именно объяснить. И нужно построить предложение с этим словом «объясните что-то». И берется уже конструкция. Каре ноцкутри ката ощеэта кудасай. Пожалуйста, объясните, как готовить каре. Следующий пример касается глагола тору или брать. И речь здесь идет о тарелках. Просьба взять тарелки. Но опять же происходит усложнение, потому что нужно выбрать какие тарелки. Те, Эль или Эти, или вообще те, которые стоят еще дальше. Ано,その,この. И последний пример снова нас возвращает глаголу тору. Тотто кудасай. Необходимо построить конструкцию с просьбой принести что-то. Принесите, пожалуйста, соль. И снова мы вводим новые данные. А какую соль? Откуда? Где она стоит? И третий пункт особенности нашей методики – это применимость лексики и грамматических конструкций. В повседневной жизни мы изучаем только то, что может пригодиться. Вот, например, фраза. Давайте подумаем. Когда вы встаете? Во сколько вы просыпаетесь утром? Когда вы можете услышать такую фразу? Видите, это. Да. Это, вы видите, 100点. Вы получаете 100点. Поэтому, Чин-сан, вы каждый день, когда вы учите, 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 когда вы учите. очень часто в течение дня хотите ли вы узнать режим работы магазина или банка или вы договариваетесь о какой-то встрече или вы рассказываете почему вы выглядите сонным на занятии в любом случае вам может пригодиться эта конструкция это шоуляк шоуляк следующий слайд мы пропустим 時間がありませんので 省略しました まずチャレンジというのは 面白いんですけれども こちらをしますか まずチャレンジというのは 何だろうと思いますよね 時間がありませんので 省略しました まずチャレンジというのは 面白いんですけれども それの方がいい こちらをしますか まずチャレンジというのは 何だろうと思いますよね これをやってみましょう теперь посмотрим что же означает пункт каждодневный вызов своим силам 例えば あれ 教師が今は と聞くと 8時45分です 月曜日の朝だということが 大切です следовательно следовательно глядя на эту картинку мы понимаем что это утро понедельника предположим что вы или ваши ученики еще не изучали форму прошедшего времени 今これをやりましたね これを2,3分 やった後に 今度これです 今度は 聞きます はい 聞いてください えっと パクさん 日曜日 何を しますか What did you do 言えないから 知りません 何をしますか パクさんは 公園行きます ん? そしてバーベキューをします でも日曜日だから 昨日だなと思いながら 話します 例えば вы хотите спросить свою коллегу что она делала на выходных но при этом не знаете прошедшего времени как его выразить все равно пробуйте говорить и в ответ вы услышите что-то и тогда из контекста вы поймете что это как раз прошедшее время и сможете попробовать выразить и свою мысль тоже с помощью такой конструкции это 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 теперь я 聞きます お願いします Пакさん 日曜日 何を しました как 公園 行きました 公園 で барбекю を しました そう ですか студент 学生 今 なんて 聞きました か 聞きました か そうだ 何を しました か 過去 は ました なんだ ということ 自分で 発見 します то есть проведя анализ ситуации привязав тему разговор к текущему моменту студент может сам понять и сделать вывод что речь идет о вчерашнем дне и соответственно таким образом усвоить форму прошедшего времени не да 時間 が ありません ので ここは ちょっと 省略 します ね 学生 さん の 作品 も 持って きて いた んです けれども これで 終わり に します 相手 対 に対する 配慮 これを 大切に して ください つまり ビールは まだ あります か いえ もう ありません これは 信仰 会話 ですね そう じゃなく て ここ まで どうぞ 8 8 8 8 8 9 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 Вот, если мы в ответ на вопрос, есть ли у вас пиво? Начнем с извинения, скажем, о, извините, пиво закончилось, не хотите ли вино? А, тогда мы предложим нашему собеседнику путь к развитию диалога. Ну, и последнее, что я успею вам рассказать, вот замечательный преподаватель, это кто? Вот, присутствующие здесь преподаватели, как бы ответили на этот вопрос? Если что-то, если что-то есть, то есть много вещей, но сегодня я расскажу, что я могу рассказать, что я могу рассказать о том, что я представляю, замечательные преподаватели. Но на мой взгляд, мне ближе всего высказывание о том, что настоящий учитель, это тот, кто умеет зажечь сердца своих учеников. Средний учитель рассказывает, хороший учитель объясняет. Прекрасный учитель демонстрирует, а великий учитель вдохновляет. Вот и мне хотелось бы, чтобы на занятиях японского языка и учитель, и ученик, они бы горели, они были бы вдохновлены и ждали каждого нового занятия с ощущением новизны и с любопытством, а что же будет там интересного. К сожалению, из-за недостатка времени мне пришлось сегодня многое сократить своей презентации. Но я прошу всех, кого заинтересовала эта тема, не стесняйтесь, обратитесь ко мне, я буду здесь в зале, и я вам обязательно еще что-то расскажу, и посетите мой сайт De Kiro Nihongo Hiroba. Большое спасибо.